Ииии всем привет ребят, с вами Старбак, я с вами записываю новый ролик, сегодня видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас обзор последнего устройства с ралли Танкара, сегодня мы будем обозревать вулкан на подавление, подавляющую ленточку, посмотрим как она себя проявит в рамках нашего замечательного матчмейкинга, посмотрим насколько это сильное устройство и как оно вообще по эффективности работает, возьмем, я думаю, что давайте Крусейдера, Крусейдера Вулкан, вот такую вот интересную комбинацию с дроном Гиперион, оденем на Крусейдер конечно же иммунитет от поджога, ну и попробуем реализовать это замечательное устройство, ну а если вам нравятся подобного рода обзоры и вы рады тому, что они выходят с моментальной скоростью, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и также не забывайте про то, что прямо сейчас у нас есть розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкойнов по моему личному тегу, который можно здесь установить в настройках игры в аккаунтике, устанавливаете тимпшечку, дальше оформляете покупочку в магазине, например покупаете премочку либо танкойны, ну и дальше спускаетесь в описании, заполняете форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня друзья, есть такое ощущение, что этот вулкан может дать контенту, поэтому пикаем в бой, пикаем в бой, посмотрим насколько будет эффективно работать это устройство, если я не ошибаюсь, то оно работает как раз таки от критов, нас запикивает на джаггернаута, его мы конечно же сразу же быстро перепикиваем, потому что не вижу абсолютно никакого смысла использовать этот замечательный вулкан в этом режиме, поэтому перепикнем катку и посмотрим куда нас сейчас вместе с вами запикает, и там уже будем пробовать все это дело реализовывать. Еще один джаггернаут, еще один джаггернаут. Ну ладно, давайте останемся. Новый бой в режиме джаггера, подавляющая лента у нас есть, поэтому больше работаем как раз таки по противнику, который не на джаггернауте и смотрим на цифры урона, смотрим на то, как вообще будет себя проявлять этот замечательный вулкан. Я честно на вулкане уже на протяжении длительного периода времени не играю в рамках матчмейкинга, и поэтому для меня лично, наверное, эта пушка по балансу не является столь жесткой. Да, что касаемо критов, то их практически вообще нету. Иммунитеты у противника от подавления еще имеются. Но если у нас с этим устройством параметры вулкана дефолтные, а они выглядят именно дефолтными, да, то у нас есть только единственное дополнительное преимущество, и больше никакого нерфа нет. Но критов вообще нету. Критов просто нету. Использовать, например, диктатора, чтобы были криты, и чтобы играть с подавлением, я думаю, что это того не стоит. Это единственное, то, что дает этот плюс устройства, это то, что, например, можно выключить дрон противнику по типу там ловкача, бустера, который дает дополнительную работу одного припаса. Но, как такового большого количества критов я пока что вообще не вижу. Да и вообще, в принципе, критов я не вижу. Да, то есть там вылетает один крит, вот он вылетел, и в очередной раз это иммунитет. Не знаю, как так. То ли у противника так много иммунитетов, то ли... А, ну вот, подавление срабатывает. Вот, например, сейчас в этом плане было не очень... Очень хорошо, вернее, заметно, как я просто отключил противнику бустера, и он остался без дополнительного припаса, да. То есть, если в таком ключе реализовывать это устройство, то, в принципе, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Но... Тут больше мы играем просто от своей пушки, а подавление это как дополнительное преимущество для тех игроков, которые любят эту пушку и играют на ней часто. Я все-таки на ней много не играю, но и по балансу, наверное, на сегодняшний день есть большое количество всяких разных пушек, которые себя отлично показывают, и поэтому, наверное, как таковой необходимости в вулкане нет. Хотя, я знаю, что игроки есть в матчмейкинге, которые на этой пушке играют, и которые эту пушку любят. Так, за 3 минуты у нас здесь киллов. Джаггернаута мы также успешно слили с помощью сосульей и дополнительной накидки урона. Попытаемся выиграть эту катку. Ну и постараемся дать как можно больше киллов. Пока что все, в принципе, складывается неплохо, но явно можно делать всю эту ситуацию еще лучше. У Крусейдера овердрайв копится довольно быстро, поэтому реализовывать его тоже можно будет. Ну и у вулкана по урону, кстати, неплохо летит. Неплохо летит. Я что-то как-то даже думал, что в моменте урона у нас вулкан наносит меньше. А сейчас смотрю, что там, ну, залетают так неплохо. Неплохо залетают. 76% овердрайва у меня. 80 даже уже процентов. Попробуем сейчас быстро доехать, зареспить какого-нибудь противника. И потом постараемся как раз-таки прожать овердрайв в вражеского Джаггернаута. Так, попробуем сейчас сначала подавление нанести. Отлично. Вода у вас срабатывает. Можно, в принципе, наверное, даже было бы и не добивать его. То есть он там едет. Мне особо эти киллы так не нужны. Так, Джаггернаут у нас, ай-яй-яй, закрывается под стеночку. Стоял в открытой зоне. Потом бах и сразу быстро резко закрылся. По хп не так много остается. И сводочка! Сводочка! Сводяночка! Нет, сводяночка не раскрутилась. Если бы молодой раскрутил ее, то можно было бы слить Джаггера. Ну, либо если бы я в сосулю попал, то тоже бы Джаггернаут бы скорее всего бы в этой ситуации бы оставался бы... Вернее, оказывался уже бы на респе. Но так как я сосулю промазал, Джаггернаут до сих пор у нас живет. И у него появляется уже своя оверка. Так. Мы потихонечку начинаем выпушивать. Попробуем сейчас покидать урон Джаггернауту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не пикает он под нас. Я думал, он все-таки пикнет. Так. Лезу в упор. Водку он мне не дает. Аптечка у меня еще есть. Значит, урона, в принципе, должен много еще накидывать. Чуть разводочка. Чуть-чуть разводочка. Чуть-чуть разводочка. И разводочка срабатывает. Чисто на страйфе. Первый выстрел дал ему попасть. Дальше чуть-чуть страйфанул, чтобы была возможность на промах. И он, в принципе, наверное, особо сильно этого не ожидал. Думал, что я так же самым дефолтно буду стоять в позиции и ничего не делать. Но вот сейчас просто урон влетит моментальный по противнику. А резов от Вулкана нет. Офигеть. Ничего себе. Вот эта накидочка плотная какая-то получается у нас. Уже 19 киллов есть. И при том я слил уже трех Джаггернаутов. 500 очков за 5 минут. Это что? Возвращение Вулкана в рамках матчмейкинга? Это что? Новая имба-кабиночка? Труссейдера Вулкан? Еще и с подавляющей ленточкой все это дело реализуется. Так, 90% овердрайва у меня уже есть. Попробуем сейчас быстренько поднакопить оудик и попробовать его реализовать. Так, залетаем. Залетаем вот так вот. Так, бах. Сосули андрочку. Оп. И креточек вкусный. Сработал, сработала. Сомничтожила. Но это сосули, короче, дефолтные. Дефолтные сосули в работе, так сказать. Я, в принципе, даже не удивлен тому, что его сомничтожило. Ну, для меня лично это, конечно, хорошо. Даже если учитывать тот факт, что я киллы дополнительные не сделал. Главное, что я джаггернаута-то слил вражеского. Поэтому, в принципе, в этом плане все было довольно-таки неплохо. В минус, правда, упал. Но это уже такое дело. 20% овердрайва у меня. Попробуем сейчас закрутить через право. Накидать урона по противнику. А дальше, как раз-таки, наша задача будет заехать уже в джаггернаута с имеющимся овердрайвом. Хотя можно, наверное, даже и без овердрайва попробовать покидать по нему урон. Он стоит супер в агрессивной позиции. Из приваренной башни мы сливаем еще одного джаггернаута. Фиксируем просто эту прибыль. Брон, вулкан смотрится реально круто. Я даже немножко не ожидал. Я немножечко не ожидал то, что вулкан так много урона наносит. Офигеть, а когда его таким сделали сильным? Ничего себе. Ничего себе он урона наносит. Лечит немножко в шоке даже. Столько урона летит. Офигеть. Так, 90% овердрайва меняю. Джаггернаут рожески аптечку подбирает. Пытается мне сразу сводяночку оформить. Чуть-чуть под страйфом прячемся. Так, ну и он себя должен еще был накидывать. Слейте, слейте, слейте джаггера. Слейте джаггера. Он лоу. Он лоу. Хорош. Четко. Идеально. А то я думал, что там просто сейчас овердрайв заберет джаггернаут. И сможет еще дольше пожить. Но его быстро сумели разобрать. Так, пытаемся чуть-чуть понакидать урона по центрику. Вот, смотрим. Быстро, быстро, быстро улетает противник. Офигеть, сколько урона. Оказывается, вулкан наносит. Я, походу, на имбе не катал. Походу, не катал долгий период времени на имбе. Потому что вулканчик что-то по ощущениям дает контенту. Сосу лендерочку сразу в голову. Добавочку еще 2000 урона. Надеюсь, что джаггера сейчас сольют. По идее, он супер лоу. По идее, он супер лоу. Наверное, даже я сам его должен сливать здесь. Пытается бежать. Пошел джаггера, сливает. Так, падаем вниз, чтобы меня бомба не зацепила. Так, ну и просто урона хватает мне, чтобы его забрать. 8-2. Отличный счет. Отлично. Пока что у нас все идет в рамках этого боя. Еще одну сводочку пытается мне оформить вражеский джаггернаут. Лезем просто в упор. Он сливается. И по ощущениям это досрочка. 28 киллов, 800 очков. Шикарно. Шикарно. Просто для такой комбинации Крусейдера-Вулкан с подавлением. Блин, ну супер, супер. Вулкан по ощущениям с этим устройством вообще не теряет ничего. Да, единственное у него просто добавляется. Плюс это крит с крита, вернее, подавления. С крита, подавления. И все. Минусов у этого устройства, я так понимаю, никаких нет. Сейчас мы ка-откуда играем. Зайдем на Википедию. И посмотрим. Но ка-точка себя очень круто показала. Прям мега круто. Так, открываем танки. Открываем быстро Википедию. Сейчас мы все это дело быстренько посмотрим. Так, нам это надо устройство. Нам устройство надо на Вулкана. Смотрим на подавляющую ленту. Да, просто преимущество. Все, у него нет никакого нерфа. Никакого нерфа устройства. Только плюс крит урон накладывает статус эффект подавления. Время действия 3 секунды. То есть, у вас есть отличная возможность с этим устройством наносить подаву по бустеру, по защитнику, по ловкачу. То есть, просто убирать им дополнительный припас. Ну, либо же в моменте выключить кризиса и быстро там успеть добить противника без повышенной, например, брони. Либо без повышенной ддшки он там вам не сможет критануть. Хоть и критов этих мало, но в целом выглядит очень-очень неплохо. И вообще, в целом, сама комбинация выглядит максимально интересно, да. То есть, такой результат. Пищеночка практически с досрочкой в джаггере. Я считаю, что это очень сильно, да. А что было бы, например, в ТДМ-очке с этой комбиной? Я думаю, что там можно было бы накидать еще больше урона. А самое главное то, что резистов от вулканов в матчмейкинге нету. Да, никто не катает на большом количестве резов от этой пушки. А это значит, что ее можно очень вкусно реализовывать. Пишите, что вы думаете по поводу этой подавляющей ленты. Обязательно поддержите данное видео с лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дай мне пускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.